Кто не в курсе, весь зарубежный YouTube накрылся истерией касательно запуска нового физического, в том числе и физического продукта компании Apple, кредитной карты. Что это такое, как оно работает и изменит ли оно нашу жизнь к лучшему, поговорим в этом видео. Устраивайтесь поудобнее. Apple Card впервые была представлена 25 марта 2019 года на презентации софтверных продуктов в театре Стива Джобса. После опробования продукта на небольшой фокус-группе Apple запустила карту в массы в августе и теперь каждый желающий с поправкой житель США через приложение Wallet может заказать Apple Card. Для начала необходимо разобраться в чем разница между Apple Pay, Apple Cash и Apple Card. Apple Pay это платежная система, как и Google Pay или Samsung Pay, позволяющая оцифровать любые ваши физические банковские карты, чтобы не носить их с собой и расплачиваться только смартфоном или сопутствующими аксессуарами через NFC модуль терминала. Ну тут многие могут рассказать про Apple Pay даже больше чем я, потому что до нас, в смысле до Беларуси эта технология до сих пор не дошла. Ноу-хау, ё-моё, может быть еще в сентябре что-то и получится. Некоторые банки не официально обещают. А дальше поговорим о том, что не работает за пределами США. Apple Cash это сервис встроенный в iMessage, который позволяет отправлять, получать или запрашивать деньги у других пользователей iPhone, iPad, Apple Watch и Mac. С этими деньгами вы сможете расплачиваться или же просто переводить их на удобный вам банковский счет. А вот Apple Card это физическая или цифровая кредитная карта, которая привязана к конкретному счету в банке. Еще раз хочу акцентировать внимание на том, что эта карта кредитная, дебетовая карта это так, которая привязана к вашему банковскому счету, на котором лежат ваши средства. Ну или не лежат. А кредитная это те средства, которые выдает вам банк взаймы. А возвращать придется уже разумеется с процентами. Размер кредита и этот самый процент годовых в Америке он называется IPR будет варьироваться от 13 до 24 процентов в зависимости от кредитной истории владельца. Изначально Apple Card это цифровая карта, которая добавляется в приложение Wallet. Вам начисляются кредитные средства и вы ими пользуетесь так же как и через Apple Pay. То есть вы оставили заявку в Wallet, дальше банк ее либо одобрил либо нет, например если у вас плохая кредитная история и в приложеньке появится как минимум цифровая карточка, физическую отправят позже. Так вот какие условия предлагает Apple свои Apple Card, помимо довольно высокого рейтинга IPR? Во-первых это ежедневный кэшбэк, 1% со всех покупок через физическую карту или там где нет поддержки Apple Pay, 2% если вы используете Apple Pay и 3% на все покупки связанные с Apple, а это оплата на сайте Apple.com, в магазинах Apple Store, на приложения Web Store и встроенные покупки в приложениях, контент в iTunes, подписка iCloud и Apple Music, а также такси Uber и еду из Uber Eats. Думаю в будущем список сторонних сервисов будет расширяться. Как вы понимаете кэшбэк в 3% это одно из ну таких весомых преимуществ Apple Card рассчитанных на активных пользователей техники Apple, а также обратите внимание на то что 1% кэшбэка как бы намекает, что лучше платить не физическая карта, а Apple Pay, где есть 2% кэшбэка. Ну и не стоит забывать о таком преимуществе как ежедневный возврат именно в деньгах абсолютно за все транзакции в любых магазинах. Это вам не получение баллов от банка или кэшбэка по категориям например продукты питания, когда вы приходите в магазин, а там терминал не поддерживает специальный МСС код банка и кэшбэк вы просто не получите. Во вторых это прозрачность в транзакциях и платежах. Отсутствуют скрытые комиссии. Система окрашивает карточку в цвета категории по которым вы больше всего тратитесь, предоставляет много статистических данных, отмечает покупки на картах Apple Maps. Круто то что приложение будет наоборот побуждать вас выплатить вовремя кредит и даже спланировать платежи по дням или неделям, а не наоборот скрывает всю эту информацию для того чтобы вы просрочили платеж и затем на вас были наложены штрафные санкции и банк на этом заработает. Тут в реальном времени рассчитывается сумма выплаты и процент начисленный банком после очередного платежа. Это позволяет точно оценить готовы ли вы погасить больше, чтобы процент по кредиту был меньше. Почему же так происходит? Да все просто. Если вы просрочите платеж по кредиту в конце месяца, Apple не будет взимать с вас штраф за просрочку или применять новую высокую процентную ставку. Вы просто продолжите платить проценты по своей обычной процентной ставке. В-третьих это безопасность и если с Apple Pay все в принципе понятно, уровень секьюрности на высоте из-за того что там есть Touch ID, Face ID, генерация паролей, то вот подробнее давайте остановимся именно на физической карте. Совместно с цифровой картой Apple карт можно получить физическую, сделанную из титана, а не пластика. Сервис стал возможен благодаря коллаборации американского банка GoldenSax и MasterCard. Кстати сама по себе карта, ну то есть выпуск карты бесплатен и допустим ее замена после утраты тоже бесплатна. А сама карточка обходится банку около 350$, как об этом пишет пресса. На карте есть магнитная лента и чип, а вот бесконтактных платежей нет, для этого есть iPhone. Привязывается она к смартфону таким же магическим способом как и все в мире Apple. Пользоваться физической картой не выгодно, потому что там попросту меньше кэшбэк, но зато можно расплачиваться в тех местах где терминал древний и не работает с бесконтактными платежами. Основная фишка в карте из доступной информации только имя и фамилия. Нет ни номера карты, ни срока действия, ни CVV кода для оплаты покупок через интернет. И вот это я считаю огромным плюсом, да блин каждый банк должен де-факто упускать такие карточки, а то прихожу я в магазин расплачиваться за какие-то покупки. Терминал NFC модуль не поддерживает. Кладу карту цифрами кверху 12-значным кодом, она ее забирает, оплачивает, переворачивает и CVV кодом отдает мне. Кому надо, тот уже посмотрел так или через камеру. То же самое может быть когда вы отдаете официанту карту, чтобы он оплатил ее на терминале, либо банально при утере, если вы сразу этого не заметите и не заблокируете карту, кто-то сможет совершить онлайн платеж. Сам 12-значный номер и CVV для оплаты интернет покупок можно посмотреть в приложении. AppleCard может генерировать номера виртуальных карт для совершения разовых или многоразовых онлайн покупок, а CVV код и вовсе является динамическим. Техподдержка по AppleCard будет доступна в приложении iMessage. Подчатиться с саппортом можно в любое время 24 на 7. Из недостатков, нельзя сделать дубликат карты и например отдать ее жене. Одна AppleCard, одна цифровая версия AppleCard и один iPhone. Все только персонализировано для одного человека. Хм, хотя может быть это и достоинство. Apple не разрешает экспортировать данные по транзакциям из приложения Wallet в стороннее приложение, к примеру если у вас есть какой-нибудь менеджер финансов вроде MoneyVis, так что придется либо отказаться от AppleCard, либо отказаться от стороннего приложения, ну или вводить все данные вручную. А еще AppleCard не поддерживает PIN, т.е. далеко не все покупки за пределами США возможно будет осуществить физической картой. Есть и системные требования, чтобы заказать карту необходимо быть гражданином США или резидентом страны с адресом проживания. Разумеется услуга 18+, но картой можно пользоваться по всему миру. Несмотря на то что AppleCard поддерживает и Mac и Apple Watch и iPad без iPhone ее завести не получится. Минимально это должен быть iPhone 6 с операционной системой не ниже iOS 12.4. А еще должна быть активирована двухфакторная аутентификация и выполнен вход по Apple ID. Интересный нюанс, если вы активировали двухфакторную аутентификацию, то отключить ее полностью уже больше невозможно. Поменять номер да, а вот отключить нет. Увы, я сам недавно с этим столкнулся. Недавно также появилась специальная страничка связанная с уходом за картой. Так как срока истечения нет, то беспокоиться о замене не нужно. О том чем можно натирать до блеска титан, а чем нельзя можете почитать сами. Странно, что еще отдельно какой-нибудь кожаный чехольчик и специальный спрей не продается Apple любит зарабатывать на фирменных аксессуарах. Судя по первым отзывам американцев, Apple Card однозначно имеет свои плюшки, но и есть преимущества у других банков, так что скорее всего выпуск Apple Card был связан не столько для привлечения новой аудитории, сколько для удержания старой. Apple в последнее время это не про железо, а это про сервисы, с которых довольно тяжело слезть. Все эти яркие презентации других продуктов от сторонних разработчиков и потенциальные мысли о том, чтобы слезть с иглы одобрения Apple и перейти на какой-то другой продукт резко разбиваются ареалии, в которых вся ваша информация находится в iCloud, у вас тут целая экосистема Apple, которая отлично взаимодействует друг с другом, да еще и кредит по Apple Card не был выплачен, поэтому как-нибудь все это дело подождет. Вот они, современные цифровые наркотики. Какие такие котики? О запуске Apple Card за пределы США пока и речи быть не может, да и в Америке люди еще достаточно консервативны, да и Apple Pay еще не пришел во все те страны, в которых хотелось бы. Беларусь явное тому подтверждение. Ну все равно интересно посмотреть куда плывет вот этот самый кораблик цифровых технологий. Ну и в завершении могу порекомендовать сильно не пускать слюни на все это дело. Во-первых, потому что это чисто кредиторская, по крайней мере на данный момент, а не дебетовая история. И во-вторых, потому что приложения наших отечественных банков, расположенных на территории СНГ, не так уж и сильно отстают от Apple Card. Да, определенно есть моменты, которые стоит подчеркнуть, но это скорее всего не революционный, а такой нормальный здоровый эволюционный виток. Что вы думаете по этому поводу, обязательно пишите в комментариях к этому видео, там же вы можете меня дополнить, особенно те пользователи Apple Card, которые проживают на территории США и уже воспользовались этой услугой. Будет интересно посчитать на этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, до скорых встреч, увидимся в следующих видео, пока-пока.